Окей, всем привет! Мы проведем наше занятие по книге «Душа Вателла», которую более-менее приблизительно мы переводим как «Святость и природа». Вот и наша рамка, она чтение на иврите, перевод на русский, ну и, соответственно, обсуждение, в котором все приглашаются принять участие. Мы начинаем новый большой раздел, правильно, который называется «Тура Миношамань». Ну, как бы перевод по-русски, он как бы очевиден, а именно «Тура с небес». Хотя это некоторое устойчивое выражение, и сейчас из нашего разбора будет понятно, что Раф имеет в виду, ну, как бы, насколько я понимаю, это некоторый синоним утверждения о божественности Туры, божественности текста Туры, «Тура Миношамань». А сейчас Раф будет рассказывать, и, в общем, это не такая, как бы, апологетика и простое, как бы, утверждение. Да, вот, Тура, конечно, божественное все. Ну, довольно много полемики, вообще, в общем-то, этих интересных соображений. Окей, поэтому давайте начнем. Хорошо? Ну, хорошо, начну читать. Сэна? Окей. И кара и муна. Ну, вот, мы начинаем, как бы, с центральных моментов. Кара и муна, а именно основы веры, по-видимому, да, или принципы веры, либо основы веры. Окей. Ну, вот, Раф начинает и спрашивает. Май, макарай, а муна, иудей. Ну, такой, как бы, капитальный вопрос. В чем заключается принцип, либо основа еврейской веры, илиудаизма? А чува, а мекубэлит мцбия, аль шлуша, асары карин, шимана, рамбам, а перушо, лэ, мишна. Ответ, как бы, который принят в традиции, он указывает на 13 принципов веры, которые перечислили рамбам в своем пояснении к мишне. И они, как бы, вот здесь, во всяком случае, вначале перечисляются. И все эти вещи сейчас, я, как бы, мы прочитаем их и постараемся перевести. Надо понять, что, в общем, переводы на русский язык, они, ну, близкие, но понятно, что для этого, как бы, мы разбираем, потому что всегда предпосрочный перевод, который мы даем, он отображает только некоторую часть. И, как бы, своей, ну, этим лобовым пониманием зачастую закрывает, как бы, смыслы, которые, может быть, являются не просто дополнительным, а, как бы, дают человеку понять, как бы, основы. Итак, перечисление. Мациюта-шен. Мациюта, в смысле, это существование, либо реально существование всевышнего. Ну, вот, опять же, я на одной ноге перевожу, понятно, что написано, как бы, там, а, комментарий, там, что написал, там, бам, но вообще, в современном мире, слово Мациют – это реальность. Да? Это не, как бы, антоним к этому, это, например, мне, да, Димайон. Димьон, Димайон – это фантазия. То, что, как бы, не существует в реальности. По-видимому, как бы, реальность идет на той реальности, которую человек может воспринимать. Да, вот сейчас реально, да, у нас в Зуме находится пять человек, правильно? Только это реальность. Реальность, которую человек может прочувствовать теми органами чувств, которые у него есть. Ну, называется Мациюта-шен. То, что может Ленцов, кстати, реальность по-русски, не очень понятно, как это слово. Просто не понятно. Ну, от английского слова real. Ну, да, 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 да. Не, а, по-русски, по-русски, так, да. На ювите, как бы, очень понятно. Это от слова Мациюта, то, что ты можешь найти, найти, как бы, руками, ногами, органами чувств. То, что нашел, то и существует. А что не нашел, то и не существует. Правильно? Вот называется Мациюта. Окей. Дальше. Да, в Шерке много говорить на тему того, что понятие Бог есть, Бога нет, они вообще, как бы, не реальность к Богу, да, потому что он за пределами понятия есть и нет. А в Зуме Сиют, да, она подразумевает, что есть кто-то, кто его нашел, да, это совсем другое, как понятие. Да, 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 сто процентов. Да, вообще, мы будем это как-то сообъяснять. Ахдут Ашем. Ахдут Ашем, ну, что-то типа единства Бога. Ну, так, наверное, по-русски дальше будет, как бы, понятно. Я смею заметить, может быть, это идет, как бы, в оппозицию к тому, что в христианстве, не знаю, вот там три единства, еще что-то такое, да. На иудаизме есть принцип Ахдут Ашема. Единственное, он единый. Ашем и хад, то, что говорят, по-видимому, в молитве Шмай Исра. Ашем и лукейна, ашем и хад. И хад. Он может проявлять себя по-разному, но при этом он и хад. Окей. И дальше. Сахар в ионыш. Ну, вот, хочу сказать, преступление и наказание. Не совсем так. А именно наказание и воздаяние. Ну, вот так по-русски переводится. Правильно? Сахар, в современном виде, это зарплата. Вот так по-простому, да? Вознаграждение. Что-что? Вознаграждение. Ну да, хотя по-русски вознаграждение, это что-то такое, понимаешь, нельзя сказать, что человек отвечает за зарплату, как вознаграждение за свой труд. Так же неправильно говорить. Вознаграждение, это премиальные, правильно? Вознаграждение. Вот там 13-я зарплата, насколько я помню. Не знаю, какие эти самые термин существуют еще, нет, была такая 13 зарплата. А, все, уже нет зарплаты. Окей. Нет, сейчас такого нет. Окей, ну, были премиальные какие-то, не знаю, еще что-то там. Люди выполнили 5-летки, вы так выполняли 4 года, как обычно. 4-летка не могла быть 5 лет, но 4 года. Окей. А сахар – это реально. Это вот человек сделал работу, получил сахар. Известна как бы история, заповедь о том, что нельзя, называется, аланат сахар. Аланат – это слово лалун, ночевать. То есть нельзя человеку, чтобы зарплата у него ночевала, чтобы она ему не была отдана, надо ее отдавать. Вот аланат сахар, аланат сахар, человек может подать в суд по, как это, по трудовым неразборкам, но вот такой суд трудовых отношений, или что-то такое. Есть же такая часть уголовного права, которая связана с этим самым. Вот аланат. Аланат сахар как раз отсюда. Так что здесь сахар – это что-то совершенно очевидное. Оныш – это наказание. Все. Опять же, то же самое. Это в современном виде оныш – это оныш. Все. Окей. Дальше. Тхиятаметим. Тхиятаметим – это… Как это называется? Возрождение мертвых. Неправильно. Как это? Вкрешение мертвых. Правильно, воскрешение. Да. Воскрешение мертвых. Опять, по-русски это все перевернуто, и христианство, и все. На юриде тхиятаметим – это очень просто. Тхията – слово «лихьот», как бы «жить», а метим – от слова «мертвым». Мавит – это «смерть». Поэтому здесь как бы оживление мертвых. Ну, по-русски так невозможно сказать. Некрасиво. Ну, вот такой смысл. И дальше. И дальше. То есть Раф перечислил вот эти основные. И дальше. Всего есть 13. Правильно? Альверов, приход Машеиха и так далее. Кто хочет, может посмотреть. Наверняка, но есть в интернете. Дальше. Продолжаем читать. Акоши БМДЗУ. Акоши БМДЗУ. Как проблема, трудность в такой постановке вопроса. У ше альмнат лихашеф лейуди маамин. Недраша адам лельмот велискор. Шлша асэр сэйфим шоним. А как бы Раф пишет, что проблематика в такой постановке вопроса заключается в том, что для того, чтобы человек еврей, он считался как бы религиозным или соблюдающим, ирой верующим, выберите любой термин, который вам подходит, человека требуется выучить и помнить вот эти 13 различных аксиом, скажем так, положений. Ну, поэтому здесь Раф говорит, что просто довольно сложно, когда у человека 13. 13 очень много. А человек запомнит 13 положений, ну, как бы не каждый может просто так вот сходу взять эти 13 перечисленки. Поэтому, прежде всего, как бы некоторое техническое трудо, потому что 13 – это много. Поэтому он говорит, на протяжении, как бы, развития традиции, на протяжении поколений пробовали или пытались мудрецы, разные мудрецы, уменьшить количество этих принципов веры. Либо было столько же 13, но как бы запихать их в меньшее количество разделов, да, то есть, например, объединить несколько, чтобы они были в одном. Ну, более-менее технически. Дальше перечитается. Рафхиздай крескос, по-моему, все-таки по-русски тогда вот в Амане, где работал Китровский, Мирием и Леви Китровский, они переводили книгу как раз, напредел на русский язык «Основы веры». Ну, или, во всяком случае, основные положения этой книги – Рафхиздай крескоса. По-моему, по-русски переводится крескос. Хотя на Ирите… Ну, Ирите тоже, по-моему, крескос. Рафхиздай крескос, да, в своем книге Ораше, в своей книге «Свет Всевышнего» и «Митамиспара» и «Карим Аль-Шиша». Он установил вместо 13, 6 принципов. Дальше. Продолжение. Тулмидо, а вот его ученик, Раби Йосеф Альба, Раф Йосеф Альба, Аллах бы их вот так, вот там вышло, а он пошел по его, как бы, стопам и уменьшил до трех. Какие они? Митсиют Ашем. Митсиют Ашем. А именно, опять, реальность Всевышнего. И в этом, по-видимому, в одном положении есть три основные момента. У него нет физической оболочки. Он един. Он является создателем всего и так дальше. Дальше. Второе. Тора с небес, который включает в себя, опять же, несколько сэйфим-разделов. Невуа, пророчество, Невуа от Муше, пророчество Муше, Ницхиют Атура, вечность Торы, да? И Схарвы Ионыш. Вот три и третья. Схарвы Ионыш, мы про это говорили. А именно, как ты сказал, вознаграждение и воздаяние. Награды и наказание. Да, да, награды и наказание, правильно, да. Которая тоже включает в себя несколько пунктов. Аулам Аба, будущий мир, ну, как бы по, ну, не важно сказать, будущий мир, воскрешение и смерти, и так дальше. Дальше. А вот есть некоторое направление или стремление последних поколений, уменьшить свистки, виски Адора. Это не последующих поколений, это последующих поколений. То есть это очень давно было еще. Натия-то Адора, Ахроним. Наверное, да. Тут в словке он про Арабен, но это как Абарбарей. Да, 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 правильно, правильно, 100%. Речь идет по прямому переводу Ахроним, это могут быть последние поколения, в смысле, как бы это, либо речь идет про подразделение мудрецов на Ари Шумим и Ахроним. Да, посмотрите в гугле, в энциклопедии, кто относится к каким векам Ари Шумим и Ахроним. Здесь идет вопрос, речь идет про Ахроним, это именно про мудрецов поколения, которое называется Ахроним. Окей, совершенно правильно заметил Андрей, а не последние поколения, в смысле, которые уже близки к нам. Так вот, их направление было уменьшить, или свести весь иудаизм к одному принципу, в чем заключается этот принцип, то рамя аш, то рамя аш амай, а именно то раз с небес. Абейл, в принципе, упоминает Робейну Ицхака Барбанель, а это 15 век, да, Лиссабон, Венеция. То есть, мы не знаем, кто конкретно так свел к одному принципу, но это мнение было вот в 15 веке уже оно было. Да, окей. Дальше. Почему он не оставил, например, принцип наказания и расплаты? Господи, я никак не могу. В издаянии и расплаты, да? Окей. Я, честно говоря, не очень понял эту фразу, но перевожу ее как английский. Почему он не включил? Потому что, ну, стоит предположить, что вот этот принцип, вот эта вот симметрия и соответствие между тем, что человек делает, и то, что он получает, да, это можно выучить из самой природы реальности. Это я не очень понимаю. Ну, как, наблюдая за природой, мы видим там причины и следствия, вот, и поэтому в него не нужно верить именно, да, что его можно увидеть ему какие-то свидетельства. Поэтому это не является тем, во что нужно верить именно. Я так понял. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, наверное, да. То есть это то, что... то, что можно воочию как бы видеть. Потому что, например, там другие вещи, которые вахнут ошем, ну, как это можно видеть? Либо у Всевышнего нету тела. Невозможно себе представить, есть тело, нет тела. Здесь как бы реально можно видеть, да, человек сделал хорошее дело, но вот в этом прожил там долго туда-сюда. Да, да, да. Проблема, что вот этот принцип, он зачастую, к сожалению, не осуществляется в полной полноте, либо вообще не осуществляется. Известно. В любом случае можно увидеть, когда у нас... Наверное, да. Наверное, да. Но есть. Хотя не всегда, но есть. Ну, да. Хотя, например, смотри, я просто вспоминаю, да, вот у Амбама, у него один из пунктов – это вера в приход от Машеха, да. И такая фраза есть, которую, в принципе, должны читать каждый день перед молитвой, что несмотря на то, что он задерживается и не приходит, я все верю и верю в то, что он придет. И тоже реальность какая. Когда он придет, ну, как бы все убедят, все воочию видят, что он пришел. Но поскольку он не приходит, то требуется сказать, что несмотря на то, что он приходит, не приходит, а все верят, что он придет. Понимаешь? Ну, здесь, я бы здесь сказал, есть такая штука, что несмотря на то, что я вижу, что это принцип, он зачастую не осуществляется. Известная фраза, как бы, мудрецов, да, капитальная о том, что есть проблематика, которая выражена во фразе о том, что злодей ему хорошо, и праведник ему плохо. И как бы вот это тоже мы, это вне циют. Идея, по мне, поправильнее было бы сказать, что, несмотря на то, что я верю, что это не всегда это, но я верю, что этот принцип, он существует как теоретический, например, не знаю. Либо это как-то потом урегулируется, там, лома ба, человек получает, какие-то добавки получает, которые мы не видим. Понимаешь? Ну, неважно, хорошо. Возьмите. Да, да, согласен, действительно. Да, наверное, Рамбам это имел в виду как принцип веры в Бога, да, что он вознает, даже если мы не видим этого в жизни. Да, да, наверное, так. Наверное, так. Поэтому мне не очень понятно, почему Равшик так отбил это, но неважно. Окей, пойдем дальше. Умадуа, лолы, аширы, таикаршем, циют ашем. Ну, хорошо, а почему же тогда Барбанель не оставил принцип существования Всевышнего? Ответ. Почему? Потому что у нас нет никаких способов постижения этой реальности. То есть, вот сейчас будет тоже, опять, мне было не очень понятно, как бы сейчас Равшеке будет показывать, что бессмысленно вообще говорить про циют ашем. Человек может говорить про реальность, про которую для него самого реальность, не может говорить про реальность, которая для него не реальность. У него нету келим, нет инструментов для того, чтобы это как... Потому что зачем-то Равбан это включил, как бы Равбан этого не понимал. Но, неважно, читаем дальше. Итерамике, Михамхак. Более того, а мусак мэй циют беяха знака дэшбаруа мусак муш аль. Вот приложение термина или принципа определения реальности по отношению к Всевышнему Благословению. Он – это как бы заимствованная вещь. То есть это не аутентичная, видимо, а заимствованная из других областей, скажем так. Муш аль – это разве не вопросительная, не под вопросом? Нет, я думаю, муш аль – заимственная. Я думаю, муш аль – заимственная, как Шауль. Мне кажется, да. Ну, во всяком случае, речь я о том, что это неестественно, неправильно так называть. Это не аутентичное название. Это либо взятое из других мест, либо это проблематично. Можно сказать, что слово проблематично. Я думаю, что муш аль – здесь от слова лэш иль. Лэш иль – давар – это взять как бы… Да, взятое на прокат. На прокат, да-да-да. Окей. Муш аль – это элоа в категории шля кара и нушит. Потому что невозможно как бы сделать цинцум, сжать из такого, можно сказать, бога или божественная в категорию человеческого осознания. Да, наверное, так. В элофихах миутар ладун боб и экшер философии. И поэтому представляется, ну как бы, избыточным, да, рассматривать, да, вот это мициют ашем, реальность бога, в категории философской. Почему-то человек, ну как бы, не может втиснуть Всевышнего в ту реальность, которая существует, и кроме которой он не может ничего реально почувствовать. Да, так, наверное. По-моему, это уже где-то было. По-моему, или эта тема повторяется, но неважно, во всяком случае. Это очень сейчас сильная такая тема о том, что пишет спор, известный спор. Да, известный спор. Есть бог, либо нет бога. Классический известный спор. Так вот, этот известный спор по поводу вопроса, есть бог или нет бога, он, по существу, представляется таким мелкой разборкой. Мелкой, то есть недостойной обсуждаемых категорий. Почему он мелкий? Мехиванши и в Шарле Хлолета Элууд Бэмусак Аешвы Эншир Адам. То есть невозможно вместить понятие божественного в человеческие представления есть имеющиеся и неимеющиеся. Кэшэмши и в Шарле Агит Аля Орши Ума Токумар. Точно так же, как невозможно сказать про свет, что он сладкий, либо горький. И в Шарле Аля Кадыш Бару Ши У Ешо Эн. Так что точно так же невозможно сказать про всевышленную божественную. Он, что он есть, либо нет. У кого-то есть какие-то вопросы? Ну так, немножко неожиданно, что факт существования Всевышнего как-то в сторону продвигается и оставляется только вот понятие вознаграждения и наказания без какой-либо привязки. Существовало. Нет, почему вознаграждение и наказание? Просто одно из принципов, что он есть или нет, и другое награды и наказание. Они оба как бы тут поочередно отвергаются. То есть как вознаграждение и наказание, так и есть Бог и нет. То есть тут речь идет о том, что есть, ну, мы представляли как-то божественную реальность в 13 принципах. И в итоге как бы их поколения последующие от одного за другим отказывались и пришли к тому, что вот понятие торс небес, оно всеобъемлющее, да, и включает все остальное. Да, потому что как бы, ну, если не торс небес, тогда вообще все отменяется. А если есть торс небес, тогда и вознаграждение, наказание. Ну, короче, дальше там это будет разбираться. Я думаю, что каждый в своей жизни встречался с людьми и был вынужден как бы отвечать вот на такой вопрос. Я, например, там вот с родственниками общаюсь, да, вот человек встает в Дордо и говорит, я не верю в Бога. Но это близко к тому, что пару сказать Бога нет. И тогда ты вынужден, ты чувствуешь, что тебя как бы, я чувствовал, что меня оттащат на плоскость, на которой я не хочу быть. Но у меня как бы мозгов, грубо говоря, не хватало выразить это в категории как Раф Шарки, как он показывает это. Ты чувствуешь, что это объяснение, оно какое-то довольно бессмысленное. Понимаешь? Ну, вот здесь вот Раф, как бы это объясняешь, это как бы, это какой-то коднониюд. Да, вот Лена к нам присоединяется. То есть мелочность, понимаешь? Окей. Ну, мне кажется, это вот интересный момент. Дальше тоже сейчас Раф будет говорить. Давайте Раф почитаем дальше. «Лахэн каемит натиялу маша и кара мерказише Аллах омэдет яадут уто рад бельшама». Поэтому существует такое стремление сказать, что главным принципом, главным принципом, на котором зиждется весь иудаизм, является принцип небесной Торы, Тора с небес. «Эфшалэна сэх» это «тована азу беофанахэ». Можно попытаться представить вот это выражение, или это понимание, скорее, «тована». Такое немножко высокое слово, оно употребляется современно в еврейке, но не каждоминутно. От слова «лэавин» — «понимать». Вот от слова «понимать» — как бы понимание, да? это понимание другим образом. Каким? Главный вопрос, принципиальный вопрос, фундаментальный вопрос, на который отвечает яадут, не заключается в том, есть Бог, либо нет Бога. И, казалось бы, по-простому, любая религия, она утверждает самое главное, Бог есть. В отличие от атеистов, которые говорят «бога нет». Вот Раф говорит «нет». Во всяком случае, в отношении иудаизма неправильно представлять, что главный принцип, на который отвечает, или фундамент, на котором движется иудаизм, это вот именно вопрос, есть вопрос, есть Бог, либо нет Бога. А что тогда? «Элэ ин ешит галут оэн галут». А именно, есть ли божественное проявление, либо нет божественного проявления. Вот это тоже очень интересно. Это вообще «эт галут», «эт галут». Ну, по-видимому, по-русски, наверное, правильно принесите слово «проявление». Я бы сказал «откровение», если уж по контексту статьи, потому что речь идет о Торе. Тора – это откровение. Откровение с небес. И если Бог с нами говорил, то у нас нет вопроса, есть он или нет. Вот я сейчас с Натаном разговариваю, и у меня нет вопроса, есть он или нет. Если у меня завтра спросят, существует ли Натан, я скажу, что я с ним вчера разговаривал. Но при этом можно пуститься в философские загоны, что не является ли это твоей иллюзией, и так далее, что может быть, это компьютерные программы, и так далее. Может быть, но факт разговора есть. И поэтому как раз вот эта проблема, точнее все принципы Рамбама, они появляются в эпоху тотального популярности философии греческой, когда именно окружающие арабы, мусульмане, в смысле христиане, которые взяли на вооружение инструменты греческой философии, они стали формулировать свою веру в плане, что вот я верю в то, что Бог есть. И вот это как раз от того, что у них не было прямого диалога с ним, и у них не было опыта диалога с ним, и поэтому им пришлось опираться на вот такие как бы философские, чисто постулаты веры. А в то время, как раньше, в эпоху Талмуда, например, такого вопроса просто не задавали. Был вопрос, в чем воля Бога, что Он хочет от меня, чтобы я делал. То есть Он мне раскрылся, народу еврейскому раскрылся. И теперь мы как бы из тех слов, которые до нас дошли, донесла традиция, мы как бы извлекаем, что мы должны делать в изменяющейся реальности. И вот наши действия, они являются ответом в нашем диалоге со Всевышним. Поэтому в этом диалоге вопроса, есть он или нет, не возникает. То есть это намного, ну, то есть когда есть диалог, да, то есть я начинаю вспоминать, есть ли этот человек, когда я отключился от диалога с ним, а когда я в диалоге, тогда мне не нужно доказывать себе, что мой собеседник существует. Да, правильно. Я думаю, что ты раскрываешь то, что дальше будет Рава говорить, но я как бы, и я бы дополнил с точки зрения, ну, вот, как мы чувствуем иврит, правильно? Это слово элэидгалот, или слово элэгалот, элэидгалут, то, что действует от благодного существительного, ну, как бы, даже в современном иврите. Смотри, что такое галай? Что-то такие галаэи, что-то. Это детектор. Вот когда в квартире стоят галаээш, что это такое? Детекторы, которые обозначают огонь, дым. И дальше. А откуда вообще вся магнитная вещь, галаим? Галь. И даже галь, который на море. Это волна. То же самое галь. Галь. Элэгалот – это обнаружить. Сто процентное слово. Человек пришел домой и говорит гелите. И он говорит, вот пришел домой, вдруг обнаружил. Грубо говоря, наверное, идея такая, что это то, что человек может обнаружить либо человек с помощью своих органов чувств, да, либо с помощью какого-то инскриментария. Так вот, когда мне кажется, что как бы, ну, вот, даже не по обшату, а по подстрочнику, есть проявление либо нет проявления. У тебя детектор есть? Ты детектором его как бы можешь засечь? Если не можешь засечь, то тогда, как бы, вопроса нет, тогда для тебя он не существует. А если у тебя есть детектор, ты можешь засечь, тогда у тебя он существует. Но ответ на этот вопрос, он как бы, по-моему, он в каком-то смысле поворачивается на сам объект, а именно, есть у него детектор либо нет у него детектора. Готов? Подожди, у нас есть детектор? У нас есть детектор. Он существует 100%. Вопрос в том, что мы можем его или нет. Например, электричество. Ну как нормальный человек может знать, что электричество существует? Я же не говорю, там атомы, и все, 5-е, и 10-е. Вот я сейчас смотрю на тебя, правильно? Ты для меня, Андрей Альбер. Окей. Ну я же не вижу у тебя, как у тебя молекулы, эти 5-е, я же не говорю, там пищеварение, 5-е, 10-е. Я всего этого не вижу. Это должен быть инструментарий. Но они реально существуют? Существуют. Понимаешь? Нет, это как раз не факт, что они существуют. Мы же не проверяли. Нам говорят ученые. Ну хорошо, да. Мы им доверяем. Окей. Ну да, ну хорошо, человеку можешь сказать. Хорошо, хочешь проверить, что такое электричество, а тебе недостаточно лампочки, недостаточно. Ну вот можно сказать, человеку возьми два пальца, суну розетку и посмотри, есть электричество или нет. Сунул. О, все, существует. Окей. Вот он как бы, вот и галут хашмаль. Пожалуйста, с таким макаром происходит. Вот эти вот галаим, галаим, мне кажется, это интересно. Вот эти вот детекторы. Есть они у человека или нет? И тогда это как бы сводит на нет. Действительно вопрос, что они все вышли. Режет не в состоянии электричество, а может его почувствовать, либо нет. Окей. Ну хорошо. Продвинемся дальше. Аль-Дераха афлага. Аль-Дераха афлага. Но марша и иудии. Нену яхоль ломар давар алило. Ну, это немножко высокое выражение, что я тоже 100% не могу понять. Ну, думаю, что Аль-Дераха афлага именно либо с другой стороны, либо, как это называется, когда... А, полемика. Да. Вот, наверное, в русле полемики афлага – это, ну, в общем, как бы разделять, принимать обратную сторону, разделяться. Вот что-то такое, да, не по-прямому. Ну, наверное, это полемика подходит, да? Вот если мы как бы полемическим, можно так сказать, поставим вот такой вопрос, да, спросим, скажем, что иудеи, нену яхоль ломар бар алило. Еврей вообще ничего не может сказать про Бога. Не может сказать, да? Ну, это он как бы так абстрактно задает такой вопрос, как бы полемически задает вопрос. Полемически, по-моему, легитимное слово. Аху яхоль ломар бэ водаут шай лом и дабэр. Да, но он может 100% сказать, он может с очевидностью сказать, что Бог разговаривает, например. То есть ответить на вопрос, существует Бог, есть или нет, он не может сказать, но то, что Бог говорит, 100% так. Ну, вот, опять же, Раф про это не говорит. Я продолжаю свою линию про электричество. Я не знаю, уместна она или нет, но человек не может сказать с уверенностью, есть электричество или нет, но лапочка горит, понимаешь? А сказать электричество, электроны бегают, подчеркивать, не знаю. Лапочка горит, 100%. Ну, здесь как бы то же самое. Есть, вот, не знаю, но говорит 100%. Ну, что-то типа этого, по-моему, какая-то такая аналогия. А Пасук, и вот стих, который говорит, Пасук. И сказал Всевышний, обращаясь к Моше. Шемуфея, который появляется десятки раз в тексте Торы. Он является главным, как бы, новшеством, хедушем Турат Моше, учение Моисеева, учение Моше. Дальше. И в таком подходе существует еще два акцента, две выделенности. Решит. Первое. Это и речь идет про Турат Моше, про Моисеево учение. Первое, что вера, эмуна, она представляется в этом учении, как, ну, не знаю, вещь, можно сказать, да, живая и динамическая. Кто-то обращается к кому-то и говорит с ним непосредственным образом. А вот если мы, с другой стороны, посмотрим на, как бы, веру, которая основывается на доказательствах рациональных о существовании Бога, она, как бы, предоставляет человеку, да, или встречает его с содержанием статическим. Эй, ба, мэй, ма, динамик, хаваяти. И в ней нету статуса, это что? В ней нету, как бы, положения, аспекта. В ней нет аспекта динамически-переживательного. Это, по-моему, тоже очень интересно. Когда кто-то к кому обращается, вот мы сейчас разговариваем, да, то понимаете, что все наше содержание, нашего занятия, оно является динамическим, чуть динамическим. Ну, например, сейчас Тимофей, Андрей или кто-то еще из участников что-то такое скажет. И я буду реагировать. Что такое динамика? Динамика, значит, я не сижу просто вот так, и все. А передо мной как бы текст идет. А я реагирую, у нас все. Почему? Потому что мы разговариваем. Идея такая, что вообще человеческий разговор, это вообще как бы такая динамическая речь. Что мне говорят, я реагирую, я что-то такое. И когда Всевышний обращается к Моше, то это сразу представляет текстуры таким динамическим. Всевышний обратился, Моше ответил, а Всевышний ему опять что-то сказал. Так, у них какой-то разговор. А если человек, супротив этого, он все основывает только на каком-то положении. Например, Гагарин летал в космосе, Бога там не нашел. Все, Бога нет. Это статика. Летал? Летал. Видел? Не видел. Все, Бога нет. Это статика. А тут как бы совсем другой подход. Я думаю, что наша главная задача, мне так кажется, это понять, что речь о чем-то другом подходит. Невозможно отрицать, что Гагарин, я не знаю, если это не фейк-нюс, вам что-то было. Невозможно отрицать, что Гагарин летал в космос. Правильно? Можно с этим поспорить. Может, это все... Ну, может, фейк-нюс, не знаю. Я предположу, что летал. Бессер, докажут. Все, есть исторический факт. Он летал. Собава летал. Он не увидел. Не видел, он говорит. Не видел, не встречал. Не знаю. Не видел. Звезды видел, это видел. Землю видел, это состояние. Бога не видел. Ну, факт. Но это статика. А Мушер разговаривал. Окей. Ну, и в этом кардинальное отличие иудаизма от других религий. Да. На моем опыте разных религий, общения с другими, они в конечном счете скатываются в деизм. То есть концепцию, что Бог сотворил мир и удалился. Почему? Потому что у них нет диалога. Что у них вот есть вера, что когда-то там было какое-то откровение. Мы в это верим, на это стоим. Да. И ты вот начинаешь с ними вести какой-то диалог. Ты говоришь, вот там, как бы говорят такие-то люди. Вот. А они начинают все проверять в прошлом. Да. Что вот чем ближе к прошлому, к откровению, тем более истинное. Чем дальше от прошлого, тем менее истинное. То есть у них нет понятия, что Бог продолжает разговаривать, что какие-то новые раскрытия, новые там, как бы комментарии, они более верны, потому что они ближе ко мне по времени. И они как раз продолжают мой диалог. И они основываются на всей вот этой цепочке. И вот эту идею, ее очень сложно передать людям из других религий. Потому что у них нет живого диалога, у них есть какое-то откровение в прошлом и вера в него. И это как раз принципиально разные вещи. Да. И мы сейчас посмотрим, я не хочу забегать вперед, такой спойлер делать. Но сейчас в дальнейшем как раз будет объясняться вот это вот отличие. В отличие от других религий, да, когда приходят нехты, и он говорит, мне был голос. И он пересказывает. Что в случае с евреями это, естественно, не прошло. Почему? Потому что они сказали, послушай, то, что он говорил с тобой, замечательно. Мы хотим, чтобы он с нами разговаривал. Тогда было синайское откровение. То есть евреи себя повели свойственным им как образом, правильно сказали? Послушай, ты мог что-то такое изобрести, там, голоса у тебя были, послушай, это глюки. Это все, да, нас, это не, ты давай в живье. Тогда был в живье. Окей. Но это мы дальше увидим. Но это вот как вот, вот это, наверное, действительно капитальная разница. Окей. Дальше. Шинит. Это первое, то, что мы говорили, да. То есть динамика, а не статика, этот вот разговор. Второе. Шинит. Это второе. Иль мале эмунат идгалут. Глой тайхула эйгадут лаво бытвия клапэй аминануши. Если бы не. Вот это вот интересное слово. Иль мале. Это если бы не. Вот это в одном слое вот такая большая русская фраза. Если бы не вера в откровение или в проявление, да, или в явление, или в разговоре, как угодно можете, все, я думаю, все правильно, да, то тогда бы у иудаизма не было возможности прийти с некоторым, наверное, требованием либо с некоторым, ну, требованием, наверное, в отношении человеческого, к отношению, то есть еврейство, и иудаизм что-то требует от человеческого рода. То есть приходит, видимо, и что-то требует, я думаю, в смысле утверждает. Утверждает. Если бы не было вот этой веры или религии, построенной на идгалуте, то тогда бы не было вообще возможности прийти к человеческому, прийти к людям, да, к человеческому роду, и что-то такое, как бы, устанавливать и требовать от них понимания. Наверное, так, да? А ему на бы ашема и нена тиви. Дальше вот тоже очень интересно и верить, да? Смотрите, Равшерк утверждает. А ему на бы ашема и нена тиви. А что оказывается? Что вера в Бога, она вообще совершенно неестественна. Вот это интересно, да? А человек, который вообще не слышал о некоторой существующей традиции вот этого проявления, динамического проявления, динамического, здесь не написано, я от себя добавил, динамического проявления Всевышнего, он вообще не способен поверить в трансцендентального Бога. Шибарай Таулам Мехад, который, с одной стороны, он сотворил мир, Умитаньен Бехольпрат, Бехаим Мидов, а с другой стороны, он проявляет интерес, имеется в виду ашгаха провидения, да, во всем, что происходит в нашей жизни. И это, по-видимому, динамический аспект, да? То есть сотворение мира – это какой-то единоразовый процесс. А вот то, что существует ашгаха, который проявляется в Итгалуте, вот это, по-видимому, как бы динамический процесс. Действительно, вера, она является некоторым проявлением стремления людей, заложенных у них в душе, естественного, да, то есть свойственного ему. Но она в действительности не представляется, как вера во Всевышнего. О, вера, которая находится, ну или, как бы, не знаю, свойственно имманентно человеку в природном или в естественном образом, это именно идлопоклонство. Почему? Потому что такая вера, она основывается на серьезном и глубоком отношении к природным силам. И эти силы, они-то находятся в мире, в скобках от себя, в мире, который окружает человека, в ломи хуцелу, а не вне его, в трансцендентальности. И поэтому, поэтому, как сила действительности, такая вера, она является природой. То есть человек по природе своя, новый поклонник. Вот так. Ни слава, по-моему, нет? То есть есть некая сила веры, которая, естественно, соприродна человеку. Но если ему не было откровения, если у него нет связи с традицией, идущей от откровения, то он не может, в принципе, отдуматься из-за того, что есть именно трансцендентный Бог, который стоит за пределом этой реальности. Хотя он будет верить, там какие-то там, ободушевлять силы природы, там что-то еще, все что угодно. Сто процентов правильно, просто жалко мне, опять, не хочу забегать вперед, но мы все время повторяем, то есть весь наш сейчас вот этот разговор, он основывается на повторении все время одного слова, иммуна, правильно? Это как бы центральное слово нашего сейчас разговора. А вот, по-моему, буквально в следующем параграфе Рао будет объяснять конкретную вещь, центральную как бы вещь, которую, по идее, на мне кажется, она была вынести чуть ли не в начало, потому что, например, особенно в переводе на русский язык. На иврите иммуна, то есть по-русски вера, это, если я правильно себе представляю, это когда человек принимает что-то, что невозможно доказать рационально. И отсюда выражение «принимать на веру». Это что означает? Руками пощупить не могу. Но я принимаю на веру, что это существует, правильно? То есть вера, вера – это какой-то антипод реальности. А на иврите иммуна от слова эмет, от слова правды, то есть это истинность. Это не связано с тем, что человек может почувствовать либо не может почувствовать реальность. А это связано с тем, что он говорит, вот это является истинной правдой, и это моя иммуна. А не то, что не то, что он говорит, я принимаю на веру. Вот это вот тоже надо учитывать, все, что мы сейчас говорили в свете вот этого, потому что иначе это не очень понятно. Мне так кажется. Окей? А можно сказать, что человек, он в принципе, ну, перефразивая то, что сказал Раф, человек в принципе не может осознать, что есть что-то за пределами этого мира, он любому происходящему событию старается найти объяснение из знакомых ему понятий, и это вот и есть то самое было поклонство. Да? Вот это попытка что-либо объяснить привычным термином. Да? 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 Смотри, вот опять, если что-то прочитал, то все время хочется как бы забежать чуть-чуть вперед и приоткрыть занавес на тем, что будет дальше. Но мне кажется, как бы капитальная проблематика заключается в том, что сейчас Раф все отобьет, да, тем, что мы подойдем к сенавистому откровению. То есть народ народ, он вел себя совершенно рационально и сказал, Моше, мы хотим слышать Всевышнего. Тогда Всевышний говорит, вот сделай их так, подними их так, окружи их так, все прочее. Я буду с ними говорить для того, чтобы они поверили в тебя. Но как бы у нас по жизни каждый день сенавистом откровения не происходит вообще. Грубо говоря, если бы я сейчас вот перед уроком сказал, ребята, у меня голоса вообще были. Вот я что-то такое слышал. Мне не нужно, чтобы вы к этому серьезно отнеслись. Вы сказали, послушай, иди на таблетку примерь, хочу сходить. Понимаешь? Никто серьезно со мной бы разговаривать не стал. Понимаешь? А там как бы все доказательство было о том, что было сенавистское откровение. Ну и дальше, конечно, нам все время как бы доказывать справедливо, наверное. Ни в коем случае не сомневайтесь, 100% было. Весь народ видел, такого никогда не было, участия такого не было. Это не один человек, это весь народ. Всех невозможно обмануть. И если мы в это верим, значит, существовало. Это было, 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 было. Все это было. Но реально-то оно не повторяется. Можно сказать, вот, Часедневная война, она показывает о том, что 100% без Бога это не было. Возникновение, государство, ну все, это как бы костное доказательство. Все правильно. Но реально голоса нет. Поэтому, наверное, Равшавчак говорит о том, что вот мы ждем возобновления пророчества и все. Это, по-другому, яйца главного доказательства. Но это я забежал, забежал вперед и, кроме того, очень сильно от себя добавил. Равшавчак про это не пишет. Правильно? Окей. Но то, что сказал Тимофей, 100% правильно. По-моему, фраза про иголопоклонство, она очень сильная. О том, что человек, он по жизни нетрансцендентальный. Он по жизни мациютит. То есть он в реальности на ногах стоит. Поэтому его пугают природные силы. И он ищет от них какую-то защиту. Вот эти трофимы, иголы и так дальше. Так, наверное. Либо их объяснить как-то себе научно, да, что в них нет ничего страшного, да, что гром – это просто действие небесного электричества. Либо их как-то подкупить, да, как древний долопоклонник, там, жертвам принести и так далее. Ну, хозяин. Ну, есть хозяин. В доме есть хозяин. Все понимают, что в доме есть хозяин. Что-то такое происходит, что от человека не зависит. Жил нормально, все хорошо. Не дай бог, налетел ветер, ураган, все снес. Ну, как с этим он намерится? Я не могу с этим ничего сделать. Жил нормально, все хорошо, отлично. Работал на рынок, хотел, что на дети. Раз – вулкан извергается. Идрян, корень, откуда это? Ну, я понимаю, что это от меня не зависит. Ну, и таких как бы куча, не дай бог, болезни или все. Ну, человек не может так по воле случаем? Хочет какую-то эту самую агану. Хочет какую-то найти защиту вообще от этого. Ну, вот защиту. Ага, понятно. Если есть вулкан, значит, есть тот, кто им управляет. Значит, любой босс, надо его как-то ублажить, правильно? Надо как-то его это самое, подход к нему подойти. Окей. Все. Взяточку туда-сюда, чтобы нормально прошло. Окей. Ну, хорошо. Продвинемся дальше. Давай, читаем. Да, если нет вопроса. Да, если нет вопроса, давайте идем дальше. Тогда я читаю дальше. Эмуна – вера. Да. Прежде чем мы продвинемся, предварим коротким разъяснением понятие вера. Ну, да. Понятие вера принято сегодня объяснять, как то, чему нет доказательств. Что противоречит его изначальному смыслу. Ну, макурит, наверное, смысл имеется в виду из источников наших еврейских. Да, потому что само понятие эмуна, оно может расшифровываться в каких-то учениях по-разному. Да, но вот здесь Раф хочет сказать, что смысл еврейского понятия веры, который заключается в следующем. Что-то, что разъясняется как истинное. Вот так. То есть тут есть два противоположных, на первый взгляд, понятия. Эмуна и эмет. Да, и они, в принципе, у них вот есть даже такая корневая ячейка, да, похожая. Это алиф и эмет. Вот, и получается, что нечто, что у нас сначала неясное, да, и мы, это, эмуна. И мы его потом... Нет, что-то неясное, когда мы его разъясняем, и оно потом становится эмет. Вот это называется эмуна. Так я понял. Ну, смотри, это тоже... Что такое эмет, что такое правда, что такое истина? Истина – то, что я чувствую органами чувств, либо то, что я всем своим существом считаю, что это правда. Человек любит женщину, жену, да, это правда. Ну, правда, почему? Он может это объяснить, доказать не может. Для него это правда. В какой-то момент перестаете любить. Что-то произошло. Нет, физически ничего как бы не произошло. Нету какого-то изменения статуса. Офна, он там, Махшеф показывает, не знаю. Для человека это как бы истина, что он перестал любить. Поэтому тоже до вашей митбаре кэмэ, кэ истинной, что знаете, как истинной, как правда. Недаром... Смотри, мне трудно сказать. Может быть, правильно, значит, если мы это как-то обсудим, либо народ подключится. Я не очень понимаю. Например, ну вот, главная мота еврейской веры, правильно, шмай сраев. Чем она заканчивается? Словом, эмэд. Дальше. Эмэд во иммуна. То есть припечатывается. Но это как бы человек все время доказывает, он все время говорит. Это для меня эмэд. Но это где-то все-таки пересекается с тем, что Раф только что отрицал и говорил, что это не так. Что человек ставит печать верно под тем, что он доказать не может. Но он как бы... А, это декларация. Это на уровне декларации. Это на уровне декларации, по-видимому. Да, то есть мне как раз ближе вот такое более понятное понимание веры, да? Да, бар шей на лаву хахот. То, что невозможно доказать. Вот и поэтому как раз вот, да, и в молитве, да, шмай сраэль, человек говорит потом эмэд, да? Эмэд Вээ Муна, он говорит ночью, да, когда все скрыто, да? Да, там днем он говорит эмэд Вэя цифр, да, истинно и устойчиво. Но в любом случае ему нужно себе это повторять, да? Если ему нужно повторять, это говорит о том, что все-таки он этого не может ощутить, ощутить себе, доказать, да? Вот к ним не говорят голоса каждый день. Он эти голоса должен сам себе, как это, перформансировать, да? То есть себе их повторять, да? Но это декларация, это получается декларация. Для меня это правда. Есть даже вот на иврите, особенно, как бы, я не знаю, связанную эпоху фосподернизма, очень интересно, когда человек подчеркивает, говорит, а эмэд шили. Что нет как бы универсальной правды, да? Которая, наверное, выражается в том, что после шмай сраэль говорят эмэд. То есть все, что до этого было сказано, эмэд. А дальше говорит, эмэд шили. У тебя своя правда, у меня своя правда. Окей. Вот это очень постоянно, говорит, а эмэд шили. Ну, моя правда. Я имею право на вот свое декларирование. Для меня это правда. Окей? Ну, да, как бы диалог с постмодернистами, это отдельная тема, да? Пока мы тут введем. С философами средневековыми, да? Но это еще как бы цветочки, да? Когда придут постмодернисты, на эту тему тоже уже есть, собрава шерсть уроки, как с ними вести полемин. Да, как бороться. Да. Ну, видишь, что тоже интересно, вот, смотри, смотрите, как он пишет. То есть вещь, которая проявилась, как настоящая истина. Что значит «ид барэр»? «Ид барэр» это беру. Это стало ясным. Ясно, как день. Но, опять же, ясно. Я для тебя это разобрал. Для тебя это ясно, как день. Для тебя это ясно, как день. А для соседа совершенно не ясно. Да, в том-то и дело. Вот получается, что Эммед Шелли, да? Моя правда. У каждого своя правда и так далее. Потому что он ее прояснил. Либо он просто поверил на слово, да? Это уже причина, да? Какие корни у вот этой правды каждого? Ну, вот я говорю, что Раф нам как-то пытается, если так можно сказать, либо мы пытаемся понять. Но он пишет, есть разница между тем общепринятым значением эмуна, а именно как бы вера в недоказуемое. Между тем, что речь идет о том, что прояснилось как истина. Ну, вот как-то так. Да? Да, но тут, конечно, на эту тему можно много говорить, еще учитывая, что опять же среди еврейских же мудрецов есть разные определения понятия и веры, и истины. Есть еще учитывать, что Рамбам формулировал свои принципы на арабском языке, где вообще, опять же, были другие вкусы, да, понятия смысла вот этой слова вера. По-моему, он вообще как бы это перевели на иврит, как вера, да? А изначально он там писал что-то другое. Ну, тогда я продолжу. Продвинемся дальше. Например, Раби Игуда Аливи пишет в книге Кузыря, что запрещено верить без четких доказательств. И дальше идет цитата из книги Кузыря, первая часть, 49-й параграф. И когда пришел Моше через 400 лет, наверное, ну, 400 лет после начала египетского изгнания, имеется в виду. И в таком поколении появился Моше перед, фараоном и перед мудрецами Египта, войны гам Хахмед на Исраэль. И вот также мудрецы сынов Израэля, ши с киму ло баткугу. А даже мудрецы Израэля, которые согласились с ним, они исследовали его и проверяли его. Возможно, они не верили, что, как может Бог говорить с человеком из плоти и крови. И они продолжали сомневаться, пока не явился им голос Бога с небес, и произнес им десять речений. Да, правильно. Гарисина имеется в виду. Как на хагу го вне амо, ло ме тох сих лутанки, им ме тох хохма. И так вели себя, то есть вне амо, да, соплеменники, соплеменники Моше, не из невежества или не из глупости. Им это хохма, а именно из мудрости они так себя вели, то есть устраивали проверки ему. Ки яр у пен еш бе отута, тах була ми тах булот, ха и цта гни нут. Ну, это эти знахари, колдуны и так дальше. Это астрология. Да, 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 да. Но они считают, что он их проводит, что он им, в общем, кунцы всякие делает, иллюзии всякие показывает. Да, тем более, что Египет, как известно, это мировая столица колдовства, и они были там привыкшие к разным фокусам. И поэтому они как бы устроили проверку, не являются его вот эти знамения некими уловками или знанием астрологии, да, что в какой-то момент там будет тьма, затмение там или расхождение, вот и так далее. Ой, монот, доме, ла, ашер, ло, та, амодна, бифтне, апхина. Или какие-то верования подобные вот та, амодна, бифтне, апхина. То есть, в общем, или какими-то верованиями, которыми невозможно проверить. Да. Они сказали, что просто дай, дай нам, что Бог должен с нами говорить, мы не хотим посредника. Может, ты там какие-то кунцы сделал, просто и все, понимаешь, голоса, случилось, еще что-то. Ну, говорит, что-то это не из-за их невежества было, или из-за их глупости, а потому что мир уже был продвинутый, и люди встречались с, наверное, с какими-то явлениями, когда люди могут делать какие-то необычные вещи, правильно? Они считали, что Муша, он вот такой иллюзионист, который какие-то фокусы делает. Окей? Ну, так, наверное. В то время как то, что от Бога, это подобно очищенному золоту. Ну, да. Которое на поверху выясняется, что его ценность, в общем, ценность такого золота, то есть очищенного, два раза больше стоит, чем неочищенное золото. Да. В общем, это немного архаичный средневековый иврит Иуде Аливи, да, смысл? Да, ну, идею мы более-менее поняли. Да, что они его подозревали в иллюзионизме. Ну, да. Поэтому необходимо выяснить, каковы доказательства веры шахатура именно шамаем. О! То, что Тора с небес. То, что им, как бы, к чему их призывает Муша, то, что он им принес, да, что оно именно с небес, да, они являются какими-то... А они являются придумкой самого Муша. Да. Окей. Ну, здесь только начало темы, да, может быть, есть какие-то вопросы. И дальше идет большая тема Идгалуба Арсенай. Да. Ну, хотите, начнем хотя бы? Я думаю, начнем. Ну, хорошо. Идгалуба Арсенай. Проявление Всевышнего на Сеновской Горе. Нидбунэн бесэта шмот беперек ютет. Давайте рассмотрим книгу Исход шмот девятнадцатую главу. Выходишь, ашлешилыцет дней сэрэль мэра с Мисраем. Бейо Мазэ бау Мидбар Синай. Третий месяц исхода сыновей Израиля из Египта. В этот день они подошли к пустыне Синайской. В Иссу ми Рафидиму явову Мидбар Синай. И двинулись из Рафидим и дошли до Мидбар, до пустыни Синай. Ваяхану ба Мидбар и остановились как бы на стоянке в пустыне Синайской. Ваяхан шам Исаэль негитаа. И расположился там Израиль супротив горы. Дальше. Дне Исаэль мэгим ва тахана но сэфид ба ма саам ба Мидбар. Израильтяне приходят на дополнительную стоянку, парковку, как угодно скажите, в своих странствованиях по пустыне. Лу нишалу лэ пишра шэля ханая зо. И если бы а их спросили потом, какой смысл в этой стоянке, эм аю бы вода и мэшивим шэзо и тахана бэнай. Эбэдэр клээр цисре. Они наверняка бы ответили, что это некоторая промежуточная стоянка на пути в землю Израиля. Бэнегутлэ машэмэ кубай лахсов. Напротив того, что принято, как принято думать или общепринятому мнению. Ам Исраэль ло ципалэ матан тора. Народ Израиля. Он вообще не располагался к тому, чтобы получить, не ожидал получения торы. Но Исраэль вбыдность их в Египте ципу бне Исраэль лэгоэль шэю цэу там мишэабуд вбыдность свою в рабстве в Египте израильтяни бне Исраэль сыны сыновья Израэля они ожидали освободителя, который освободит их из рабства. Во Икахотам, Лерец, Исраиль. Первое освободит от рабства. Это я говорю, чтобы мы понимаем, что это будет разбираться. И второй, второй пункт, он их приведет в землю Израиля. А что такое земля Израиля? Объясняется. Аарец, Шелефима, Сорет, Алюмит. О, дальше очень, смотрите, важно. Важно каждое слово. Это земля, которая в соответствии с национальной доктриной была обещана их отцам Бебрид в Завете Шакарат Имама Акадуш Бару, который заключил с ними, в смысле с праотцами, Всевышний. Всевышний праотцам, израильтян, обещал две вещи. Во-первых, сказал Аврааму, что необходимо будет рабство. Мы знаем Бридбен Акадуша, знает и знает, и знание обязательное, твердое, настоящее, что 400 лет будут сыновья твои в земле не на своей, в рабстве будут их угнетать и так дальше. А дальше сказано, я их выведу оттуда. Значит, им было сказано, что, во-первых, они будут в рабстве. Так оно и оказалось, оказались в рабстве. Но было сказано, что их выведут из рабства. Они перестанут быть рабами. Это то, что сделал Моше при выходе из земли. И второе, что приведут в землю. Окей. Вот это была такая... Раф это называет национальная традиция. Пятая национальная доктрина. Да. Почему, мне кажется, именно словом употребляет слово леумид? Потому что здесь религиозного ничего нет. Это не связано с верой Всевышнего и так дальше. Это речь связана про формирование народа. А именно он свободный, либо он зависит от других, он находится в рабстве. У него есть своя земля, нет своя земля. Это, по-видимому, то есть, во-первых, национальное самоопределение и свобода. Это то, что определяет национальный статус народа. А религии здесь, а вере здесь вопросы нет. Окей. Дальше. То есть, можно понять, живут в рабстве люди, да, целый народ. И они передают друг другу, что однажды придет освободитель, нас отсюда выведет и даст нам наследие целую землю. Да. Да. Так передавали от одного к другому. Сейчас нам очень плохо, но значит, что нас освободят. Окей. Да, так вот передавали. Так оно и произошло. Муше уфи и лифнеем. И вот Муше появляется перед ними. В Иуде шиуа гуэль. И он объявляет. Вот я и есть тот самый освободитель. А мы аши гуэля митсупы. Вот я тот самый освободитель, кожи даме, которого ждали. Шиуцы вот там, мемецраем, который выведет их из Египта. И приведет их в землю обетованную. В землю, которая была обещана. Да, так есть по простым, более простым русским языком говорить. И действительно, после выхода из Египта они поверили в него как освободителя. Тут слово имину, опять, которое мы только что обсуждали, вполне на месте. Реально произошло событие. Муше себя зарекомендовал, проявил себя как освободителя. Реально освободил. Пароль присутствовал, которым Йосеф передал. Да, да, да. Ну, потом он реально освободился. Коверку он прошел. Да, коверку прошел. Теперь они... А что дальше? То есть первая часть национального плана была осуществлена. И теперь они ожидали осуществления второй части, шеляфтаха, второй части обещания, в чем оно заключалось. Акнисал, это Исраиль. А именно вход в землю Исраиля. И также стих, которым описывается или говорится, Муше ве Маамад Асне, это по-русски «Незгораемый терновник». Правильно? Асне буэр ве лоукаль. Помните историю, да? Когда с чего все началась эта история, превращение его, посылание его, возложение на него миссии вот этого освободителя, от которого он так и пытался отвертеться, но не смог. Окей? Я полимый Купина это называю. А, ну это вообще потрясно. Купина это вообще. Я не знаю, что такое. Купоны знаю, Купина это что-то такое. Не знаю. Окей. Итак, что там сказано? Б-О-Ц-А-Х. Б-О-Ц-А-Х это А, Мимитс-Рай. При твоем выведении народа из Египта. О, Тавдун. Это Эллоим. А-ля-А-Разе. Вы будете служить Всевышнему. Вы будете служить Богу на горе этой. О, а что очень важно написано? Эйно-Ромес-Аль-Матан-Тура. И эта фраза, в ней нет никакого намека на дарование Торы. Элло-Аль. А кроватка ворот. А речь идет о жертвоприношении. Для них это было вполне понятно. Что значит Абдун-А-Та-Шэн? Жертвы приносят. Так было принято. Окей. И, по-видимому, это то, что Моше с чистой совестью не обманывая голове фараону. Отпусти нас на три дня. Ну, три дня он, конечно, немножко это самое. Это кунст такой был. Ну, неважно. Но в целом он говорил, отпусти нас. Чтобы мы принесли жертвоприношение нашему Богу. Он, наверное, тоже считал, что... Не знал, что будет Матан-Тура. Он считал, что тоже будет жертвоприношение. Такая идея была. Потому что ему так было сказано. Вот это, как ты говоришь, неопалимые купини. Ну, окей. Моше народу вообще не говорит мне про вот это вот «будем служить Богу нашему». Он говорит, что пойдем в землю отцов, которая обещана. Про то, что совершим служение, он говорит фараону. И поэтому для них как раз вот это явление на горе Синай было полнейшей неожиданностью. То есть вот эта тема в разговоре Моше с народом вообще не поднималась. Религиозная. Только политическая. Только избавление. Да. Национально-политическая. Все правильно. Возвращение, это вот такая модель Рава Шерки. Модель Рава Шерки, которая так объясняет. Очень интересная. По которой мы сейчас увидим, что вообще тема Матан-Тура, дарования. То есть вся религиозная тема, она представляется как вынужденная. Потому что народ уперся. Сказал, Моше, это твои кунцы. Это твои... Ты улезен нам какой-то говоришь. Мы не верим твоим голосам. Ты нам живой. Давай покажи, что Бог говорил с нами. Окей. Дальше. Моше Аллах, 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 Аллах. Вы икрай, Аллах, Ашем, Минаар, Ле Мор. Кот, Умар, Лебед, Яков, Итагит, Лебед, Исраил. Дальше написано. Моше Аллах, 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 Аллах. А Моше поднялся к Богу, в икрай, Ла Фашем, и к нему обратился или призвал его Всевышний, Минаар, с горы, Ле Мор. Говорят, так скажи дому Якова, и так обратись к Бне Исраилу. Окей. Нам вот в этом пустоте важно, обратите внимание, сказано Моше Аллах. Что такое Аллах? Поднялся. В скобках скажу, Раф про это не пишет, но мне это показалось как бы на тему аллюзий. Очень похоже на попытки понять и объяснить, что происходило с Абрамом и Сапидой. Там тоже Аллах. Вот это вот Аллах, это поднимание, а с другой стороны Аллах, это жертвоприношение. Уже есть какое-то неоднозначное понимание. Не просто вот как бы подниматься в гору. Аллах. Написано, поднялся. Дальше объяснение. Ам Исраэль асубы ханая. Народ Израиля. Чем он занят? Парковкой. Разложить стада туда-сюда. Ну, как обычно, на парковках, да? У Моше Митнабе. А что Моше? А Моше пророчествует. Это Мелим. И вот слова, которые сказано. Моше Аллах Эр-Элоим. Раф повторяет вот то, на что я пытался обратить внимание. Моше поднялся к Всевышнему. А вот теперь Рафшерский утверждает эти слова. Моше поднялся к Всевышнему. Это надо понимать в том смысле, что он стал пророчествовать. Он поднялся в духовном смысле. Он поднялся до уровня пророчества. А не поднялся в смысле изменения геокардинатов. У него GPS тот же самый остался. А статус изменился. Шехен мият ла хер микен михен неймар. Потому что сразу после этого сказано. Вы и крае ла фашем минаар. И призвал его Всевышний с горы. Но мы из этого понимаем, что значит с горы. И из этого мы учим, что Моше не был на горе. Почему? Потому что если он был на горе, то не было сказано, что Бог обратился к нему с горы. То есть как бы с горы. То есть в смысле, что Моше не был на горе. Что иначе, наверное, было бы сказано. И вы и крае ла фашем шам. Шам там, где он находится, где на горе. Тут сказано минаар. То есть Всевышний на горе. А Моше там нету. Вот такое как бы объяснение. Мало отоханшин на вуазу. А какой же смысл в этом пророчестве? Я только от себя добавлю. Вот я вам передам вам вопрос, который у меня возник. А вы, люди умные, вы, наверное, мне ответите. Я не нашел ответа. А как же вот если по этой идее о том, что Моше вообще не уходил? То есть он оставался в стане. Он вообще никуда не уходил. Он перешел на другой духовный, уровень. А как же вся идея о том? О идее золотого тельца. И сказано, а Моше бошеш. То есть Моше задерживается и не спускается с горы. Вся идея золотого тельца. А если он вообще никуда не поднимался? Как он вообще среди них был? Или он, может быть, как бы стал невидимым? Я не знаю, как же. Иначе какая идея? А чем трое к корону обратились, сказали, сделай нам золотого тельца? Почему Киаиш, Азе, Моше? Потому что этот человек Моше, он говорит, не спускается. Значит, он поднялся. Это я в скобках говорю. Нет, ну смотри, только здесь сказано просто Алла. И вот так это трактует Рафшеркин. Но там, где он уходил, получается, скрижали на 40 дней. А, да, поднялся. Он поднимался, там с ним пошел, сначала Йошуа. Он его оставил на определенной ступени, пошел дальше. Потом он вошел в облако. Там это конкретно. А, то есть там тогда поднялся. А здесь не поднялся. Окей, Сабаба. Окей, Сабаба, отбили. Ам Исраэль. А, это все, про парковку мы говорили. Мау Атохэшэль на Вуазу. А в чем заключалось тогда то пророчество, которое получил Моше? Вы видели, что я сделал с египтянами. А вас я носил, нес на крыльях орлов и привел вас ко мне. А теперь, если будете слушать моего голоса, и будете хранить завет со мной. И вы будете мне избранным народом. Потому что мне вся земля. А вы будете мне царством священникам и народом святым. И это то, что ты скажешь на Исраэль. Вот это мессер. Вот это сообщение. Вот это навуа, которое Всевышний сказал Моше, что он должен передать Израилю. Теперь Раб будет объяснять, что смысл этого сообщения, он является прямым дополнением, для вас совершенно другой темы, к национальной доктрине, и национальной традиции, про которую мы говорили. Которая выражалась в двух моментах. Освобожение от рабства и приход в землю Израиля. А что какие здесь ключевые слова? Ну, они у нас у всех как бы звучат в ушах. Мамалахеткуанин. Бегой кадош. Народ святой. Царство священника. Народ святой. Раньше-то про это ничего не было сказано. А кадош бару. А вот здесь Всевышний, он вообще сообщает Мехадеш от слова хидуш. Он делает хидуш. Он сообщает что-то новое. Апгрейд делает. Шелеам Исраэль еш еу. Что у народа Израиля есть предназначение. Бааль офен дати универсали. Что у еврейского народа есть предназначение, обладающее аспектом или характером религиозно-универсальным. Который, по-видимому, доси лифнейша, который до этого момента он не открывал. Всевышний не говорил про это. Не Мушей. Соответственно, Мушей не сообщал ничего народу. Народ вообще не знал, что у него еще. Вот такая заморочка появилась. Вообще про это не говорили. Речь-то по-простому шла. Выходи из Египты, дойди в землю, как все. Окей. Все понятно. Хорошо. Наш Бог нас освобождает от тяга рабства. Приводит нас в землю, чтобы, как у всех, у нас была своя земля. Окей. Все прям по герцелю идет. Сто процентов. Первый конгресс сионизма. А при чем тут Мамлахид Куанин, другой кадрош? Вообще как-то непонятно. Как-то одно связано с другим. Вот это был хидуш. А что дальше сказано? И вот пришел Муше и призвал старейшим народа. И он представил, положил дословно перед ними, перед старейшиной, перед избранными народа, народными представителями. Ну, такие советы депутатов, в кавычках, да? Не знаю, да? Он ему эти самые, вот эти все слова, вот всю эту речь, все это положение, которое заповедовало ему всевышечную. То есть он им сейчас говорит совершенно новую вещь, которая вообще не укладывается в то, что было до сегодняшнего момента. Ну, хорошо. Участие, что эта история сейчас происходит, да? Что сионисты, которые построили государство, да, светские, которые говорили, что нужно походить, там, у нас есть своя земля, будет по гостям, да? То есть они точно так же не ожидали никакой вот этой миссии универсальной. Смотри, ты совершенно в точку попадаешь. У меня тоже было точно такое же чувство, что Раф Шерке строит некоторую модель, которая объясняет или подводит читателя к современному моменту, потому что это 100% ложится как бы в схему, а именно вот новое значение или истинное, или дополнительное значение, которое есть у народа Израиля, у государства Израиля, да, когда государство Израиля существует. Раньше был выход из рабства, из Галута, и свое государство. А вот теперь Раф Шерке требует, должно быть новое. То есть он как бы, ну, не знаю, в качестве, ну, я не хочу сказать, Всевышнего, но самочего-то он параллель такая. Как Муше было сказано, так он, Раф Шерке, говорит народу. Ребята, а вот еще вообще-то есть, на самом деле, есть еще очень важный аспект. Это не только кайфовать как в Швейцарии, а вот есть еще такой аспект. Беншон строит эту модель, и она отвечает как бы его задумке, о том, что он дальше будет сказаться, будет газа, идея какая. Ну, грубо говоря, это просто религиозный сионизм, один к одному, то есть соединение двух моментов. Сионизм – это воплощение национальной идеи, а религиозный аспект – мамы, кто они? Мы говорим, Кадаш, вот и религиозный сионизм, все. И Раф Шерке, который является, ну, даже уже не правозвестником, а как бы осуществителем вот этой идеи в наше время, да, естественно, его этот как бы модель, его это объяснение на сто процентов подводит к этому. Ну, хорошо, мы дошли до полвосьмого. Да, да, да. Трактическая часть – это то, с чем они были согласны. Их выводят на свободу. А религиозные части – это то, что, как сказано там, под насилием, да, над ним подняли гору и сказали, если вы это не сделаете, то вы будете в вашем могиле. Понятно, зачем это надо, понимаешь, как бы быть свободными, понятно, свободным быть лучшим рабом. Свою землю иметь, как бы у всех своя земля, поэтому без своей земли как бы ты никто. Окей, а вот это вот предназначение мамы, кланим в другой кадош, это вообще проблематично. Ну, как бы, а что мы с этого иметь-то будем, не понятно. Окей? Ну, хорошо, давайте на этой ноте. Есть у кого-то какие-то соображения быстрее? Мы тут чуток затянулись. Ну, хорошо, по-моему, было очень интересно занять. То есть нас каждое занятие интересно. Я сам кайфую, по-моему. Очень интересно вообще. Очень многие вещи, которые, как бы, может быть, даже раньше думал про это, что такое муна, что такое вера. Да, вот эти вот... Как вообще, как разговаривать с людьми, которые говорят, Бог есть, Бог нет. Да, в ланике, в Равширке очень интересно это представляет. И, ну, как бы, и вот этот отцвет на... Ну, даже не отцвет, а просто вот, как бы, проекция на современный израиль. Хотя он бы Ферруш про это сейчас не говорил, да? Как бы этих слов просто не было. Но мы чувствуем, что это в воздухе висит. Однозначно про это идет разговор. Окей? Да? Хорошо? Да, здорово, отлично. Ну, все, замечательное начало недели. Будем продолжать в том же духе. Окей? Все, тогда давайте всем спасибо. Закончено наше заседание. Спасибо. Надеюсь, что, да, народ будет смотреть эти записи. Ну, и может, тоже как-то выскажется. Та, сего, пятый, десятый. И будут еще люди, которые тоже будут участвовать вот в этих обсуждениях, по-моему, потрясающих видео. Окей? Ну, хорошо. Всем счастливо. До свидания. Продолжение следует...